Утвердить концепцию поправок в закон о мерах соцподдержки. Вот задача для комитета Думы Астраханской области. На рассмотрение документ внесен по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Бабушкина. Дискуссии, кроме депутатов, принимают участие представители профильных и надзорных ведомств и общественники. Суть поправок разъясняет исполняющие обязанности руководителя администрации губернатора Виктория Гурьянова. Если по-простому, в проекте закона две составляющие. Первая касается всех собственников жилья в многоквартирных домах. Проводить ремонт подъездов можно будет за счет средств, собранных на капитальный ремонт. На этом настаивали сами собственники. Предложение согласовано с федеральным инстроем. В пользу этого предложения говорит и то, что собираемость взносов на капремонт в регионе приближается к показателю 80%. И вопросов в этой части у участников заседания не возникает. Вторая составляющая поправок – повод для обсуждения. Наши данные очень четкие. Цена вопросу слишком велика. Речь идет о сумме почти в 200 миллионов рублей. Эти средства планируют направить на пособия и компенсации в этом году. В списке получателей 90 тысяч астраханцев. 15 категорий льготников. Изменится ли правило предоставления этой материальной помощи? Правило не изменится. Это сегодня государственный принцип предоставления мер социальной поддержки нуждающимся гражданам. Критерии адресности и нуждаемости должны присутствовать. Вопрос много или мало, повышать или понижать – это, наверное, вопросы для дискуссий. Дискуссии развернулись вокруг пособия на приобретение школьной формы и письменных принадлежностей. Эту льготу представляют многозетным семьям, чей доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. И семьям, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумму пособия предлагают увеличить с 1200 рублей до 1500. Законопроект существенно увеличивает действующие размеры пособий и вводит новые выплаты. Вырастет поддержка тружеников тыла. Сейчас получать пособие они могут только если пенсия ниже прожиточного минимума. Это обязательное условие. Его предлагают отменить. Льготники с большим трудовым стажем смогут рассчитывать на пособие для оплаты телефонной связи. Для них будет действовать критерий нуждаемости. Вырастут пособия на оплату коммунальных услуг и проезда для льготников. Родственникам погибших участников боевых действий тоже предлагают увеличить пособие. Самое главное, что меня радует, что приняли то, что не нужно к этому закону бегать за всякими справками и пожилым людям, и многодетным. Да как же его не принять, если этот законопроект прежде всего направил на улучшение жизни наших астраханцев. В послании президента, где он четко сказал, что социальная направленность должна быть сильной и справедливой. Тот проект, который мы сейчас обсуждали, он именно направлен на то, чтобы помочь людям. Это же существенная прибавка в бюджет каждой семьи. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября. Остается меньше двух месяцев, чтобы принять поправки. Вопрос к депутатам – успеют ли. Закон вступает в силу с 1 сентября. Я думаю, что мы с коллегами соберемся в конце августа. И так, как записано в законе, так и в такие сроки он вступит в свою законность. Работа над поправками в закон будет идти все лето. На следующей неделе документ должен пройти первое чтение. Ну а сегодня концепцию поправок приняли большинством голосов. Анастасия Анферова, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.